здравствуйте сегодня вот мы решили побыть немножко тигренка поэтому мы раскрасили лицо и сейчас поедем в город поедем в город на автобусе вот мы уже едем в автобусе что нам нравится в автобусе то что здесь есть такие сиденья которые поднимаются вот так можно удобно поставить коляску чтобы она стояла зафиксирована и таким образом она не мешает остальным пассажирам и при этом сама находится в безопасности вот такие сиденья они поднимаются и там ставится коляска и можно коляска для малыша или коляска для инвалида в общем это специальные места для таких пассажиров таких два места в автобусе обычно бывает иногда больше но очень редко и водитель прежде чем тронуться он обычно проверяет по идее это его обязанность в австралии проверять насколько хорошо зафиксирована коляска ну хотя бы удостовериться посмотреть спросить вы ее зафиксировали вы правильно ли ее поставили ребенок должен находиться ехать спиной к движению это считается более безопасно поэтому коляску именно так нужно устанавливать обычно водители которые смотрят они они проверяют это правильно ли восстановлена коляска или нет вот есть конечно водители которым вообще все пофиг бывают такие но обычно все в порядке почему мы предпочитаем ездить именно на автобусе ну во первых потому что автобус у нас останавливается прямо возле дома до станции для электрички идти довольно далеко минут 40 точно вот автобусы просто больше везде ездят везде практически они есть просто приходится иногда с пересадками ехать вот а электрички но вот сложно до них дойти но зато они быстрее едут принципе на них тоже удобно ездить если находишься если живешь где-нибудь рядом с электричкой они называются здесь train в электричке тоже удобно можно поставить коляску в тамбуре но она не будет так зафиксирована хорошо как в автобусе зато там можно сразу вдвоем ехать с двумя колясками подружкам стоять рядом разговаривать а здесь получится что напротив сидеть можно это при том что эти два места свободные а в трене если вместо занято в тамбуре то можно просто пойти в другой вагон вагонов много скорее всего в каком-нибудь да получится найти место вот в автобусе показано как сиденье специально сделаны на такой дизайн который как будто бы уже разрисованный то есть рисовать на нем совершенно не хочется да и просто негде нету места где можно рисовать но некоторые любители все равно умудряются но когда такое появляется там висит такая надпись в автобусе что можно звонить по такому номеру чтобы автобус почистили также можно пожаловаться на водителя если он был с вами невежлив или вам показалось что он что-то неправильно сделал водителя он участвует очень в движении он берет оплату наличными не все автобусы это берут есть автобусы которые только предоплату то есть по карточкам каким-то могут вас взять а есть автобусы которые вот наличкой можно то есть водителю подходите и платите наличкой деньги сразу говорите куда вам ехать он знает сколько это стоит вот с одной стороны удобно с другой стороны другие ждут пока водитель примет заказ на билеты не даст билеты таксисты в городе тоже они довольно наглые они останавливаются где хотят блокируют движение вот ну это везде наверное так единственное еще отличие между вот постсоветским пространством и австралии я считаю что там вот в той же россии латвии очень легко поймать такси попутку которая едет просто и можно остановить ее и поехать куда вам надо в любой момент времени здесь же я как-то стояла очень спешила пыталась остановить такси у меня это так и не получилось сделать потому что это был час пик и все таксисты были заняты не все ехали по заказам и поэтому самое лучшее что вы можете сделать это заранее заказать себе машину такси на определенное время на определенное место ну как бы лучше знать номера таксистов заранее чтобы заказывать если вам это нужно вот принципе я не люблю ездить на такси достаточно дорого если если нужно то можно ехать на машине в центр мы предпочитаем ездить на общественном транспорте потому что просто негде припарковаться очень дорогие парковки и ограниченные по времени с ребенком я просто бы не успевала вовремя прийти и перепарковать машину потому что ребенок иногда капризничает он не хочет идти его надо покормить срочно его нужно срочно там не знаю успокоить и я просто не хочу рисковать потому что штрафы здесь достаточно высокие начиная от 100 долларов и выше можно можно даже потерять машину в некоторых местах если вы неправильно припарковались и и могут просто увезти на эвакуаторе что касается троллейбусов троллейбусов в городе вообще отсутствует нету такого транспорта трамваи есть в только в центре города и на определенных участках в общем ни разу не приходилось пользоваться потому что они едут на очень маленькое расстояние вот эта полиция кстати сейчас показываю как полицейские некоторые ездят на лошадях в городе но это скорее просто для красоты потому что я не знаю кого они доводят на лошадях и как они будут кого-то связывать не знаю еще все дни и раньше был такой трамвайчик который ездил по воздуху но не совсем по воздуху просто высоко над головой были установлены специальные трамвайные пути но сейчас буквально вот смонтировали размонтировали и больше их нету а в мельбурне что самое интересное когда мы гостили в мельбурне там по городу ездят самые настоящие кареты на лошадях можно заказать карету ехать на карете туда куда тебе нужно правда не сильно мешают общественному транспорту но зато это такая достопримечательность города очень красиво ну что спасибо всем за внимание если есть какие-то еще вопросы по поводу транспорта или других вопросов по австралии пишите в комментариях спасибо за внимание пока пока подписывайтесь на наш канал смотрите наши новые видео